Друзья, всех приветствую! Я Юлия Фишер, дошкольный педагог-психолог, помогаю вам правильно развивать и воспитывать ваших деток. Правильно развиваться ваши детки будут вместе с нашими многоразовыми тетрадями Пиши-Стирай, которые есть на Валберс для детей от года до 7 лет, маркер в комплекте, все задания по ФГОС и по программе детского сада, вновь сделанной моей командой. А правильно воспитывать я вам помогу деток через ваши вопросы и мои ответы. И вот здесь вот в Ютубе и теперь уже в Рутубе переношу видео туда по вашим многочисленным просьбам. Сегодня читаю письмо от 25 июля. Анастасия пишет письмо, называется «Отлучение от соски 2,9». Пожалуйста, срочно. Здравствуйте, Юля, меня зовут Анастасия. Спасибо вам большое за ваше видео. Очень много ваших советов применяю в воспитании детей. Вы моя палочка-вручалочка. Ну вот и я столкнулась с проблемой, которую никак не могу пока решить, а нервы сдают. Ребенку 2,9. Мальчик родился в срок. Бремя протекало хорошо. Он третий ребенок в семье. Старше уже подростки. Родился 8,9 по шкале Абгар, но в первые же недели выявили кривошею. Он даже не мог нормально сосать грудь, как объяснила мне остеопат. Кстати, вот так вот в сторону отлучусь по поводу кривошеи. У нас в Москве есть Шишонин. Ссылка на его клинику есть под каждым видео в описании. Он как раз занимается вот этими свернутыми шеями. Нам Визель рассказывала, что когда кесарево делают или когда неправильно вытягивают при естественных родах, часто сдвигаются эти позвонки, которые в будущем пережимают сосуды, и мозг либо недополучает крови, либо она плохо отходит от мозга. И от этого все у нас страдает нервная система, созревание мозга. И в общем с этим люди разбираются. И вот как раз есть господин Шишонин, который, прямо скажем так, собаку на этом съел и специально гимнастику разработал. Так что кто в Москве, обращайтесь, у кого есть подобная проблема. Реприв за сторону была. Он даже не мог нормально сосать грудь, как объяснил мне остеопат, что первое молоко он выпивает, а на дальнейшее у него не хватает сил. И может быть даже ему больно сильно сосать. В общем, первые две недели мы мучились грудью, в итоге перевели на смесь. Первый год жизни устраняли кривошею, массаж, остеопаты, физиотерапия. В итоге она прошла, все хорошо, к ребенку у меня вопросов не было, спокойный, веселый, умный, развивается по норме. После двух лет заговорил предложениями. Единственное, он очень любит соску. Стал потихоньку отлучать. В два года перестал давать ему днем. Просто прятала идти, поговорил, ну нет, нигде. И он даже особо и не просил. Но на сон он ее обязательно просил, я давала. У нас всегда где-то после года был садиковский режим, ритуалы перед сном, и он ложился спать легко и быстро. Две недели назад я решила, что нужно совсем попрощаться с соской. И сделала так, как делала со старшими детьми, и было все хорошо. Сказала, что в лесу родились бельчата, и им очень нужна соска. Он охотно пошел им ее вручать, положили на пенек, а на другом пеньке нашли конфету от мамы Белочки. Прикольно. В общем, все довольны. Соску он просил два дня, и то не сильно. Но началось вот что. Ребенка просто подменили, и у него сплошное бессилово. Не в плане слез, а в плане веселья. Спать не уложить, он просто стоит на ушах. Уже несколько дней он без дневного сна. Просто может два часа беситься в кровати. Если я начинаю петь колыбельную, подкачивать по попке, кричит, что не надо этого делать. И не надо петь, ничего не надо, уходи. И продолжает беситься. Может быть, решили немножечко сдвинуть. Может быть, от дневного сна до вечернего сна не успевает нагуляться, вымотаться. Может быть, ребенок подрос, такой вот скачок резкий сделал, и как бы еще не вымотался. Может быть, одно. А может быть, процессы возбуждения и торможения вот тут вот слетели, да, из-за соски. Так, я даже один раз не выдержала, шлепнула по попе. Очень стыдно, но это тоже его в чувство не привело. Я просто не знаю, что делать. В сентябре в сад, а весь наш настроенный режим пошел под откос. Да, и он мучается, видно, что спать хочет. Но продолжает прыгать. Я еще подозреваю кризис трех лет. Тоже, может быть, да. Сверху наложился на все, говорит, не хочу и не буду. Может, я не вовремя соску забрала на сон? Ведь от вас я слышала, что у детей без груди долго сосательный рефлекс. Сосательный рефлекс долго, когда его не удовлетворяют, скажем так. Все время отбирают и говорят, руки в рот не бери, предметы в рот не бери. В общем, соски раньше времени отбирают. Если сосательный рефлекс удовлетворить, например, дома убрать все опасные предметы, те, которые в рот нельзя брать, те, которые остается держать в чистоте и не делать замечания ребенку по поводу того, что у него во рту предметы, то вот этот период довольно-таки быстро заканчивается. То есть он с познания мира через оральный, скажем так, источник потребления информации переходит уже на другой, на зрительный, тактильный, допустим, на обонятельный, на слуховой и так далее. В общем, слезает он с этого центра удовольствия и переходит на другие центры удовольствия. Но в сентябре в сад идем не в ясли, а в младшую. В октябре ему 3 года. И там на сон никто ему, конечно, соску не даст. Да, даю ему сироп успокаивающий и магний. Сразу же начала давать, как соску забрали, но эффекта нет. Может быть, не та форма какая-то. Может быть, это ампулы попробовать. Прям магний B6, где написано. Или мишки и валар. Там у них есть и успокоительный типа на сон, чтобы лучше спал. И отдельно магний. Может быть, другую какую-то форму попробовать. И, может быть, мало давали. Там тоже нужен накопительный эффект в течение хотя бы недели, чтобы понять, как реагирует нервная система. Ощущение уже, что такие укладывания на сон навсегда. Сил нет, а соски не вспоминает, но уснуть не может. Каждый день у меня жуткое желание бежать в магазин за соской. Нет, уже не бегите, раз уже начали этот процесс, не бегите. Попробуйте сдвинуть на час. Вот он, допустим, начинает скакать, он вас прогоняет и говорит, уходи. Ну, уйдите, останетесь спокойны. Ничего. Любая адаптация, любое изменение, оно требует времени, привыкания. Поэтому вы не думайте пока о том, что сейчас 1 сентября идти в сад. Пока сосредоточьтесь на этом. Дайте ему время. Да, снести режим. Да, выработать новый. Да, привыкнуть вот уже на засыпание. Выработать как бы новые поведения на засыпание без соски. Для этого нужно не нервничать, не уговаривать, не требовать, а просто подождать. Подождать. И вот он говорит, что уходи и скачет. Уйдите, уйдите спокойно и дайте ему проскакаться. Там действительно он может быть даже не устал, и нужно уже сдвинуть режимные моменты сна, по-по-большему дать времени на прогулки. И может быть он действительно сейчас полчаса или час попрыгает, и уставший заснет. Тут, понимаете, нужно процессом торможения, возбуждения наладить новый подход как бы к засыпанию без соски. Ему нужно это выработать. И это нужно делать самому, если, видите, не дается помогать. Не похлопывай, не пой, не лежи со мной и так далее. Оставляйте, значит, попробуйте пойти на поводу того, что он просит. Он же не орет, не кричит, не требует внимания. А просто вот скачет и радуется. Если прям видите, что ребенок уходит в аффект, тогда вам в помощь, вот опять же, мишки и валар, которые помогают легче и быстрее уходить ко сну. А так, мне кажется, нужно за парнем понаблюдать и подождать, когда его нервная система перестроится на вот новый лад вот такой вот, без соски засыпать. Вот, не нервничайте, не тревожьтесь. Честно говоря, одним днем бывает, что режим восстанавливается, когда вы идете с сад. И прям за две, за три недели, за месяц прям переживать не нужно, потому что вы свою тревогу ему же передаете. И от этого начинается порочный круг, он еще больше тревожится. Подождите, скомпенсируется и все получится. Отлучение от соски 2,9. Анастасия. В общем, соску забрали, и парень не может уснуть, прыгает и скачет. Ответила. Друзья, пишите письма, задавайте вопросы. Помните о наших тетрадях. Видео теперь будут дублировать не только в YouTube, но и на Routube. И еще ВКонтакте. Не забывайте про наш телеграм-канал. Присоединяйтесь, пишите письма и увидимся.